Господи, Сил, с нами будем, и договор разве Тебе, помощником скорбек невином, и Господи, Сил, помилуй нас. Здравствуйте, дорогие мои друзья! Пусть мир и благословение Божие пребывают со всеми нами. Радости, праведности и мира, Духи Святого. Доброго всем дня и хорошего настроения. Сегодня 25 сентября, день памяти святого праведного Семёна Верхотурского. Один из трёх праздников, которые совершаются этому удивительному уральскому святому, праведному, кроткому, молитвенному, который прожил совсем немного, но чуть больше 30 лет, и достиг цели жизни христианской, достиг святости, стяжал благодать Духа Святаго Божьего. Настолько, что даже по прошествии 300 лет мы чувствуем присутствие Божьей благодати, когда молимся святому праведному Семёну, когда прикладываемся к его святым мощам, что он имеет от Бога власть помогать. Помогать там, где какие-то человеческие усилия невозможны. В этот день, какое-то время назад, родился наш владыка, митрополит Евгений. Вот так вот случилось, что день рождения владыки приходится на день памяти праведного Семёна Верхотургского. И уже много лет назад владыка за послушание церкви несёт служение на Уральской земле, и его жизнь, она непосредственно переплетена с жизнью праведного Семёна Верхотургского, митрополит Екатеринбургский и Верхотургский. Дорогой владыка, пусть Господь дарует вам возможность достигнуть того, чего достиг святой праведный Семён, чтобы ваше непростое и многотрудное, многоскорбное служение, управление митрополией, чтобы всегда было под покровом Божьим за молитвы Пресвятой Богородицы и Святого Праведного Угодника Божьего, чтобы жизнь обязательно принесла духовный плод и лично для вас, и для всей вашей паствы. Многое и благая лето, дорогой владыка, преподобный Амбросий Оптинский как-то заметил, что в жизни сей каждому человеку очень важен ласковый взгляд, приветливое слово. Важно, чтобы нас любили и нам верили. Важно то, что является самым дорогим и самым редким сокровищем — внимательное сердце. Внимательное сердце — это то, чего мы ждём друг от друга. Ведь так прекрасно, если ты человека о чём-то попросил, а он это не пропустил мимо ушей, а запомнил и каким-то образом включился в твою жизнь. Владыке рассказали такую историю, что как-то его встретили в церковном дворе, а у человека была какая-то трудная жизненная ситуация, близкий заболел. И вот молодой человек набрался решимости, подошёл, говорит, «Владыка, помолитесь, пожалуйста, за такого-то человека». Владыка узнал, как имя, и говорит, «Ну сам тоже молись». Проходит время, близкий поправился, выздоровел. И когда в очередной раз Владыка встречает сотрудника епархии, спрашивает, «Ну а как там здоровье, как самочувствие?» И в этом выражается внимательное сердце. Потому что ну сколько у Владыки разных нужд, разных просьб, сколько людей встречается в течение даже одного дня. А тут прошло несколько недель, и Владыка помнит. Ну значит, он сердцем как-то в этом поучаствовал. Значит, он включился временем, душевным устремлением в помощь этому человеку через молитву. И вот таких эпизодов в жизни нашего митрополита очень много. И дай Бог, чтобы его сердце с каждым годом становилось всё больше и больше, могло вмещать и выдерживать все эти трудности, скорби, и внешние, и внутренние, которые выпадают на долю митрополита, управляющего митрополией. Пусть Господь дарует добрых помощников, на которых можно положиться, опереться. Пусть все добрые замыслы, которые есть на сердце нашего Владыки, будут реализованы. Ну а нам и в этот день, и каждый день, когда мы слышим, ещё молимся за митрополита Евгения Екатеринбургского и Верхотурского, чтобы каждый раз с сердечным чувством у Бога и спрашивать благодатной помощи. Помогай нам всем, Господь! Господи сил, помилуй нас! Субтитры создавал DimaTorzok